Международный день памяти жертв СПИДа на Камчатке отметили акции. В этом году она прошла под девизом «Остановим СПИД вместе». Сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями знакомили жителей полуострова с проблематикой опасной инфекции, а также предлагали анонимно пройти бесплатные обследования и узнать свой ВИЧ-статус. В инициативе ВОЗ 3 воскресенья мая проводится Всемирный день памяти умерших от СПИДа. В рамках этого дня проводится всероссийская акция «Стоп СПИД. Победим СПИД вместе». То есть с 15 по 21 мая проводится эта акция. Она направлена на повышение информированности населения о том, что такое ВИЧ-СПИД. И чтобы как можно больше слоев общественности были неравнодушны к этой проблеме. В Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями рассказали, что всего в крае зарегистрировано 711 ВИЧ-инфицированных. Практически каждый десятый из них является иностранцем. При этом количество реально заболевших больше в 3-4 раза. То есть на Камчатке могут проживать до 2000 человек, зараженных ВИЧ, большинство которых даже не подозревает о своем диагнозе. Во время акции сотрудники центра СПИД, а также волонтеры Красного Креста, сотрудники и школьники раздавали посетителям торгового центра в Петропавловске листовки и буклеты с информацией о той опасности, которую представляет СПИД. Очень многих пугает слово ВИЧ-СПИД. Но есть люди, которые хотят узнать свой ВИЧ-статус и берут информационные материалы. В принципе, информационные материалы у нас размещены в крупных торговых центрах. У нас эта работа ведется. У нас есть стойки для размещения информационных материалов. Мы их постоянно обновляем. Потому что, конечно, в торговых центрах у нас наибольшее скопление населения происходит. Поэтому, во всяком случае, раз в неделю мы эти стойки обновляем. То есть, все-таки народ этой проблемой интересуется. По данным Краевого Минздрава, в прошлом году на полуострове зарегистрировано 157 случаев ВИЧ-инфекции. Несколько больных умерли. Большинство новых случаев заражения, а это более 40, зарегистрированы в Петропавловске. Медики связывают это с тем, что горожане чаще проходят медобследование, во время которого и выявляется ВИЧ. При этом, как в реальности обстоят дела на севере края, специалисты сказать не берутся. В спеццентре рассказали, что на сегодняшний день камчатские медики вооружены всеми необходимыми средствами для диагностики и профилактики опасной инфекции. Оснащенность оборудованием и препаратами позволяет проводить качественную диагностику и лечение, соответствующие общероссийскому уровню. Ежегодно у нас в Крае увеличивается финансирование на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-спида. То есть, увеличивается ассигнование на диагностику этой инфекции, на лечение пациентов. То есть, все наши пациенты, которые нуждаются в современной противовирусной терапии, обеспечены препаратами для проведения всех схем лечения с индивидуальным подбором. В общем-то, и мы движемся на уровне всех субъектов Российской Федерации в этом направлении. В центре СПИД отмечают, что количество носителей ВИЧ на Камчатке возросло в три раза. Заражаются в основном люди от 20 до 40 лет. Около 70% всех инфицированных заразились половым путем, 15% при употреблении тяжелых наркотиков, 5% это дети от ВИЧ-инфицированных матерей. Во время акции волонтеры проводили анкетирование для того, чтобы определить базовый набор знаний жителей Петропавловска об опасной инфекции. В живом общении участники акции развеивали бытующие мифы об источниках и путях передачи СПИД, а также рассказывали о том, как предупредить развитие инфекции. На данный момент любой человек имеет право при посещении медицинского работника потребовать у него наличие, при нем открыть стерильный материал. Я имею право потребовать, чтобы при мне был открыт кровопакет и при мне был выспан инструментарий. Имеет также право потребовать смены перчаток и также спросить, извините меня, даже вплоть до квалификации самого врача. В медицинских учреждениях сейчас очень четко проверяется кровь. Кровь, она трижды тестируется, вы можете даже проконсультироваться в центре забора крови, да, нашим. Кровь сейчас очень хорошо тестируется, пока случаев при переливании крови передачи ВИЧ-инфекции не выявлено. По данным Краевого Минздрава, почти в 90% случаев заражения происходило именно на территории края. Только около 7% ВИЧ-инфицированных заразились в странах ближнего зарубежья, порядка 3% в городах России. В центре СПИД подчеркивают, что основные причины гибели от страшной инфекции – незнание своего ВИЧ-статуса. Поэтому многие жители Камчатки, узнав о возможности проведения тестирования анонимно и получения результата прямо на месте, не откладывая, проверили свой ВИЧ-статус. Мне стало интересно. Вообще, я заражен, я не заражен. Как бы веду активную половую жизнь. И это для меня как бы важно. На самом деле, мне очень стало интересно. Вообще, возможно, то, что я болею этим. И вообще, мне стало интересно узнать, как этим можно заразиться, как вылечиться. Ну, в принципе, я рад, что я ничем не болею. Несмотря на все предпринимаемые меры, эпидситуация по ВИЧ-инфекциям в Камчатском крае остается напряженной. В Центре СПИД напомнили, что даже после завершения акции узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно и анонимно в лаборатории и поликлинике центра. Современные анализаторы позволяют получать результаты исследований в день обращения пациента. Справки по телефонам, которые вы видите на экране.